Кокосовый бисквит декуаз с ягодами. Угостись легким и нежным десертом, от которого все будут без ума. Декуаз это очень вкусный, нежный и ароматный бисквит, он хрустящий снаружи и мягкий внутри. Классический бисквит декуаз готовится на основе минадьной муки. Но сегодня я хочу вам предложить вариант кокосового декуаза. Благодаря добавлению кокосовой стружки бисквит получается с нежным кокосовым вкусом и ароматом. Состав рецепта на 6 портс. Яичные белки 3 штуки. Сахар 35 граммов. Миндальная мука 60 граммов. Кокосовая стружка 40 граммов. Сахарная пудра 90 граммов. Сахар 5 стол. Эл. Сливки жирные 200 граммов. Сливочный сыр 200 граммов. Ягоды 200 граммов. Шаг 1. Подготовим нужные ингредиенты. Шаг 2. Прежде чем замешивать тесто, берем бумагу для выпечки и рисуем на ней круги диаметром 16-17 сантиметров. Из данного количества теста получится 3 коржа, поэтому рисуем 3 круга одного диаметра. Шаг 3. Далее займемся замесом теста. Белки аккуратно отделяем от желтков. Желтки для этого рецепта не понадобятся, поэтому их вы можете использовать для других целей, к примеру, можете приготовить домашний майонез, заварной крем, мороженое или что-либо на ваш вкус. Белки переливаем в глубокую миску и взбиваем миксером до получения пышной пены. Шаг 4. Продолжая взбивать, подсыпаем к белкам мелкий сахар, 35 граммов или сахарную пудру. Шаг 5. Взбиваем белки до твердых пиков и до полного растворения сахара. Шаг 6. В отдельную миску просеиваем вместе сахарную пудру, 90 граммов и миндальную муку. Шаг 7. Добавляем кокосовую стружку. Шаг 8. И все тщательно перемешиваем. Кстати, по желанию, если у вас достаточно крупная стружка, то ее можно размолоть в кофемолке до состояния мелкой крошки, я так и поступила. Шаг 9. Добавляем в белки сухие ингредиенты. Шаг 10. И лопаткой аккуратно перемешиваем до полной однородности. Шаг 11. В кондитерский мешок устанавливаем круглую насадку диаметром 10 миллиметров и наполняем его кремом. Шаг 12. Начиная от центра, отсаживаем на противень спиралеобразно три круга. Шаг 13. Присыпаем коржи сверху небольшим количеством сахарной пудры и оставляем их минут на 5-7. Шаг 14. Через 5-7 минут повторно присыпаем коржи пудрой и даем им постоять еще 5-7 минут. Шаг 15. После этого оправляем бисквиты в разогретую до 150 из духовку и выпекаем их в течение 25-35 минут. За это время коржи должны покрыться светло-золотистой корочкой. Шаг 16. Даем бисквитам чуть остыть на противне, после чего переносим их на решетку и оставляем так до полного остывания. Кокосовый бисквит декуаз готов и по желанию вы можете его использовать для приготовления любого желаемого десерта. Шаг 17. Как вариант, предлагаю вам приготовить из этих бисквитов очень вкусный и легкий летний торт. Для крема берем сливочный сыр или мягкий и нежный творог. При выборе творога будьте внимательны. Он не должен горчить или быть сильной кислинкой, а также жирные сливки, сахар и ягоды. Кстати, по желанию можно взять только сливки, не добавляя к нему творог или сыр. Но мне больше нравится их сочетать, но вы ориентируйтесь на свой вкус. Шаг 18. Итак, жирные сливки взбиваем до плотности. Шаг 19. Сливочный сыр или творог взбиваем с сахарной пудрой или мелким сахаром. Кстати, если будете использовать творог, то предварительно его протрите через сито, тогда крем будет однородным. Шаг 20. С помощью лопатки соединяем сырную и сливочную массы. Должен получиться очень легкий, в меру сладкий крем. Сахара вы, конечно, можете добавить на свой вкус. Но не забывайте, что коржи получаются достаточно сладкими, поэтому не переборщите, чтобы не сделать торт приторным. Шаг 21. Крем готов, коржи полностью остыли, можно собирать торт. Выкладываем на блюдо один корж. Наносим на него ровный слой крема. Удобнее всего это делать с помощью кондитерского мешка с круглой насадкой. Выкладываем сверху второй корж и также наносим на него крем. Шаг 22. Верхний корж я решила слегка украсить. Для этого, отступая от края коржа около одного сантиметра, выкладываем по кругу щедрые горки крема. В центр просто наносим слой крема. В общем, делаем так, как показано на фото. Шаг 22. 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 Продолжение следует...